Здравствуйте! О самых интересных и значимых событиях региона расскажут вам корреспонденты телеканала Кокще и я, Жамал Габдулина, сурдоперевод Евгения Кимова. И сегодня в нашем выпуске. В Акмолинской области назначен новый Аким Зеренинского района. Об этом буквально через несколько минут расскажу вам я, Юлия Бердиенко. Сеять разумное, доброе, вечное. Душевную постановку «В чем моя вина? Мама» по достоинству оценил как шатауский зритель. Табусте от Басылар под таким названием прошел тематический вечер в городском отделе регистрации акта гражданского состояния. Мы начинаем выпуск с официальных событий республики. Жилист парламента одобрил законопроект, направленный на усиление транзитного потенциала Казахстана. В настоящее время заключены соглашения по развитию транспортного потенциала с порядка 40 иностранными государствами. Депутаты рассмотрели несколько документов, в числе которых казахстанско-азербайджанское соглашение о международном автомобильном сообщении. Объем автомобильных грузоперевозок между Казахстаном и Азербайджаном постоянно растет. За последний год это плюс 16 процентов или больше на 6 тысяч тонн. Соглашением устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами. Регламентируются виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешением. Реализация данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию автоперевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. В рамках программы «Нурлыжол» предусматривается обеспечение платных автомобильных дорог. Сколько платных дорог между Азербайджаном и Казахстаном, а также то, сколько будет стоить проезд. Есть такая одна дорога. Это дорога из Баку в Иран. 230-240 километров. Там за один километр платите один цент. Или нашими деньгами 33 тенге. Также депутаты рассмотрели законопроект о ратификации протокола между Республикой Казахстан и Индией. Это позволит применить внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции. За последние 10 лет товарооборот между двумя странами достиг 5 миллиардов долларов. Одобрен и проект закона о ратификации конвенции между Казахстаном и Ирландией. Статья президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» посвящена именно тем вопросам, которые волнуют каждого гражданина. Духовному развитию народа, устремленному в будущее, сохранению родной земли и культурного наследия, и генерации новых культурных предложений для всего мира. На сегодняшний день в рамках реализации программной статьи осуществляются программы и новые проекты. Уважая традиции, историю и основываясь на лучших элементах национальной культуры, казахстанцы должны смотреть в завтрашний день. Нурсултан Назарбаев ведет разговор о патриотизме, который начинается с любви к своей земле, аулу, городу, малой родине, проще говоря, месту, где ты родился. Без патриотизма не будет никакой динамики, не будет развития, интереса к созиданию и совершенствованию. Я считаю, что статья Ельбасы имеет важную идеологическую основу для казахстанцев. Для реализации задач, поставленных в статье, Управление образования подготовило 22 проекта. Учебно-методические центры проводят соответствующую работу. Все запланированные мероприятия направлены на воспитание разносторонней и конкурентоспособной личности. В процессе глобализации современного мира перевод алфавита казахского языка на латинскую графику – это веление времени. И знание английского языка необходимо для дальнейшего развития технологического процесса, высоких технологий и новых производств, восприятия и освоения новых знаний и налаживания культурных связей с тюркоязычными странами. Одна из главных и обсуждаемых тем программной статьи – это переход к 2025 году на латинский алфавит. Для молодежи переход будет удобным, ведь они изучают английский. Ещё один проект, которому стоит уделить внимание – это 100 новых учебников на казахском языке по общественным и гуманитарным наукам. Суть его состоит в следующем. Мы должны создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии и психологии, культурологии, филологии. Для реализации и модернизации общественного сознания в стране создан хороший фундамент, разработаны и приняты важные программы по развитию трехязычия, культурного и конфессионального согласия. Жамал Габдулина, Балауса Жахсабая, Арман Болбергенов, Кокщи, Ахпарат. В Зерендинском районе кадровые перестановки. Распоряжением Акима области от 20 декабря текущего года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия районного масляхата Акимом Зерендинского района назначен Мустафин Мирике Хайсарович. Подробности у моего коллеги Юрия Абердиенко. Нового руководителя района представил Аким Акмолинской области Малик Мурзалин. Глава региона поставил перед Мирикем Устафиным активом района ряд задач. В частности, Малик Мурзалин поручил подготовить карту развития туристической отрасли, развивательско-хозяйственную отрасль, промышленность, социальную сферу, привлекать с помощью государственно-частного партнерства инвестиции, а также сдерживать цены на продовольственные товары. Состояла 16-я очередная сессия районного масляхата, на которой депутатами дано согласие отношения Акимов Зерендинского района Мустафина Мирике Хайсаровича. Прежде всего, выражаю благодарность депутатскому корпусу района за оказанную поддержку и согласие специальной кандидатурной должности Акима района. Я думаю, что новому Акиму района с вашей поддержкой будет хорошо работать. Мы с ним обсуждали дальнейшее развитие региона, есть хорошие наметки, планы. С вами последовательно обсудят, доведет до вашей средней информации, что мы хотим делать в этом районе. Мирике Мустафин родился в 1978 году в селе Зеренда Зерендинского района. Имеет три высших образования. В разные годы работал бухгалтером, экономистом, как шатауского городского масляхата, начальником отдела, заместителем начальника управления финансового контроля и государственных закупок, а также начальником инспекции финансового контроля. До настоящего назначения работал председателем ревизионной комиссии по Акмолинской области. Уважаемый Маликен Змайевич, уважаемые депутаты, в первую очередь, Маликен Змайевич поблагодарить согласно высокое доверие на Зеренда Зерендинского района. Для меня это вдвойне ответственно, потому что я уроженец этого региона. Мы, аппарат и депутатский корпус, корпус совместно провозим все усилия для реализации поставленного вами задачи. Отметим, что прежний Аким Зерендинского района Аскар Муратулы с 20 декабря 2017 года назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. Юрий Абердиенко, Павел Соловьев, Кокщех, Парад. Акмолинские лесники в преддверии Нового года взяли елки под охрану. Специалисты перешли на усиленный режим работы. Такие меры приприняты для защиты хвойных деревьев от вырубки. Создана специальная рабочая группа. Ежедневные дежурства на посту также распределены. О мерах, которые предпринимают для спасения зеленых насаждений в нашем следующем видеоматериале. Главная новогодняя радость – елка. Нарядная и красивая, она давно стала символом зимних праздников. Поэтому меры по охране зеленых насаждений, особенно в преддверии новогодних праздников, предпринимаются серьезные. Их задача – охранять сосны и ель от незаконных набегов дровосеков. На основании приказа Комитета лесного хозяйства, управления, корректированной охраной молодняков по всей области, у нас 13 госучреждений, которые на основании графика проводят круглосуточное дежурство по охране елок от порубок. Сегодня созданы группы мобильные. У кого, значит, у некоторых госучреждений посты на всех второстепенных дорогах, которые примыкают к основным дорогам, проверяются машины. Лесному хозяйству буква принадлежит 22 665 гектаров лесных угодий. Опасные зоны контролируются четырьмя высокими башнями. Работники коммунального государственного учреждения, учреждения лесного хозяйства буква усиливают дежурство. Срубленная сосенка может обойтись в 15 мрп, а также учитывается высота срубленной, где за каждый последующий метр к размеру возмещения вреда прибавляется один месячный расчетный показатель. То есть, получается сумма 134 тысячи, 35 тенге и выше. Сегодня среди населения ведется разъяснительная работа. Тем, кто рискнет обойти такую охрану и посягнет на хвойную красавицу, грозит серьезное наказание. Вместе с предупреждением лесники также призывают окмолинцев бережно относиться к природе. С ней адресовый, Ерблад Селикпай, Павел Соловьев, Кокчай, Акпарат. Астраханский район успешно развивается во всех направлениях, но отдельно стоит отметить подъем сельского хозяйства. Одним из ярких примеров является то Камышенко, который занимается разведением крупнорогатого скота и реализацией молочной продукции. Подробности в нашем следующем сюжете. ТО Камышенко было образовано в 2006 году. До этого оно являлось сельскохозяйственным производственным кооперативом с тем же названием. В дальнейшем предприятие получило развитие, было увеличено поголовье скота и, как следствие, производственная мощность. Вот скота стоит, здесь доится система елочки, 320 голов. У нас генеральный директор, он начал развивать, потому что у нас скота, такого не было. Оставалось там голов 200 или 300. Сейчас он начинает развивать. Вы видите новые базы. Мы реконструкцию делаем в первой базе. Сделали сейчас ангары, вот, два ангара. Получаем мы в среднем, в данный момент, до 4000 литров в день. В данный момент ТО Камышенко является стремительно развивающимся предприятием, оказывающим положительное влияние на экономику Астраханского района. Здесь установлено современное оборудование и созданы все условия для продуктивной работы сотрудников. Зарплата у нас 118 тысяч. Вроде нормальная. Машина привозит, вывозит. Социальный пакет помогает, корм выписывает и больничный оплачивается. Стараемся развивать первую. Отметим, что руководство предприятия нацелено на дальнейшее развитие и расширение производства. В данный момент идет строительство новых коровников и реконструкция уже имеющихся баз. Юрий Абердиенко, Василий Вережников, Кокщик, Парад. В управлении государственных доходов города Кокшатау внедряется принцип безбарьерного обслуживания. Данное нововведение призвано в короткие сроки значительно повысить качество услуг. Думается, что в первую очередь оно придется по душе налогоплательщикам. Повышение качества услуг населению является приоритетным направлением работы органов государственных доходов. Именно с этой целью в управлении госдоходов города Кокшатау для налогоплательщиков внедряется принцип безбарьерного обслуживания. Между госслужащим и гражданином нет стекол, решеток. Диалог происходит за столом в виде деловых переговоров. Положительное дает динамику в том, что очередь обслуживания населения сокращается с 30 минут до 7. Кроме того, в целях обслуживания населения сделан терминал самообслуживания. Терминал самообслуживания включает в себя предоставление форм налоговой отчетности в электронной форме. Также сделан меморандум с Национальной палатой предпринимателей, в котором сотрудники Национальной палаты предпринимателей оказывают государственные услуги. Стоит отметить, услугополучатели Управления государственных доходов обслуживаются в порядке единой электронной очереди. С ноября 2017 года у нас для налогоплательщиков, для улучшения качества услуг, для их удобства сделан безбарьерный метод обслуживания налогоплательщиков. Также более трех лет у нас установлена электронная очередь, которая также от налогоплательщиков мы слышим хорошие отзывы. Для них это очень удобно и доступно. За 11 месяцев текущего года органами государственных доходов оказано 133 527 госуслуг. Из них 20 612 на бумажном носителе. В электронном виде 111 385 государственных услуг. Асиль Турарер, Булат Сирикбай, Павел Соловьев, Кухшах, Парад. В чем моя вина, мама? Под таким названием в Кухшатау прошел спектакль режиссера Тазбулата Умарова. Студенты колледжа культуры имени Ахана Сире продемонстрировали в постановке внутренние переживания и страдания детей, от которых отказались родители. Актеры читали проникновенные монологи и задавали риторические вопросы своим родителям. Краткое содержание этой постановки – брошенные дети, сироты и те, кто даже не успел появиться на этот свет. Для каждого из них приготовлен свой жизненный путь. Сегодня на сцене они задаются вопросом – в чем моя вина, мама? Многие раскрывают всю нелицеприятную правду жизни. В нашем современном мире сейчас много молодых людей злоупотребляют наркотиками, курениями и, задумываясь, отказываются от своих детей. Идея постановки – воспитание подрастающей молодежи в правильном русле, чтобы люди не были равнодушны к брошенным и убитым детям. Оставить воспитательную мысль современному поколению. Сегодня прочтены стихотворения нашего земляка, поэта Куаныша Успанова. Мастерство будущих актеров достойно уважения. Самое главное – они смогли донести зрителю всю идею спектакля. Каждая история откликнулась в душе зрителя. Для нас и нет большего счастья, чем благодарный зритель, говорят студенты. Спектакль под названием «В чём моя вина, мама» был представлен под руководством педагога Академии искусств имени Жургенова Тазблатом Умаровым. У каждого ребёнка, который появился на свет, есть своё будущее. Однако будущее этого малыша предрешено жестокими родителями. Именно поэтому через этот спектакль мы хотели передать всю гамму чувств зрителю, чтобы каждый задумался. В прошлые времена у казахского народа не было такого, чтобы дети оставались сиротами. Если происходили несчастья, за этими детьми стояли родные. А потому актеры надеются, благодаря таким душевным постановкам сократить число бессердечных мам. Снея Дрисова, Балаусажа Хсибаев, Василий Врежников, Кокщиак, Парад. Под таким названием прошёл тематический вечер в городском отделе регистрации актов гражданского состояния. Организовал его общественный фонд, социально-психологический исследовательский центр «Шанрак». Участники встречи – успешные семьи, прожившие вместе 25-50 лет. Послушать истории реальных героев нашего города пришли студенты колледжа. Гости вечера поделили с молодёжью секретом счастливой семейной жизни. Мы – семья Закирьяновых. В июне этого года нам исполнилось 23 года. У нас с женой Лязизой есть двое сыновей и дочь. Главный принцип нашей семьи – спокойствие. Тогда будет и уважение друг к другу, равенство семье и достойное воспитание детям. В нашей стране ценность семьи в числе приоритетных. Я хочу, чтобы в будущем наша страна стала образцовой семьёй. Участники встречи обсуждали вопросы, связанные с укреплением семейно-нравственных ценностей, взаимопонимания и взаимоуважения между супругами, преемственности поколений. Мы создали нашу семью в 1972 году. Очень счастливы, потому что у нас есть дети. В настоящее время они работают в различных сферах. У нас есть внуки. Я поддерживаю такого рода мероприятия. Это мероприятие у нас проходит не первый раз. Мы также ездили по районам, именно по Акмолинской области. Ездили в Аршаве, Степногорске и в Боровом. То есть это не только в Кокштау, но также это проводится и в нескольких районах нашей области. Согласно статистическим данным, в нашей области разводится каждая третья семья. Это, безусловно, плохой показатель. Почетные гости вечера семьи Бектасовых, Акиновых, Закирьяновых являются показательными семьями. По их словам, ключ к счастливой семейной жизни в руках каждого. С 2018 года Акмолинский областной историко-краевический музей начинает реализацию проекта «Кумасикара. Магия серебра». Начало ему положил интерактивный урок для молодого поколения, организованный сотрудниками музея. В первой части мероприятия состоялась экскурсия, а второй – завораживающий мастер-класс ювелиров. Проект «Кумасикара. Магия серебра» запланирован в рамках реализации подпрограммы «Рухани-казна». Сотрудники музея пригласили в гости учащихся колледжа культуры имени Акана Сера. В ходе специальной экскурсии ребятам продемонстрировали роскошные экспонаты. Украшения серебра изготовлены умельцами разных времен. В 40-е и 50-е годы в Казахстане многие занимались ювелирным ремеслом. Война закончилась, началось освоение целины. Эти изделия вы также видите сегодня в этом зале. Участники интерактивного урока имели возможность побеседовать с известным в области ювелиром Курманом Базалиновым. Своё мастерство он оттачивал в российском городе Свердловске. Умелец работает не только серебром, но и с природными материалами. Свой опыт ремесленник обобщил в авторской книге. Сегодня талантливый ювелир делится мастерством с порядка 20 учениками-последователями. Не случайно существуют исторические музеи. Они необходимы в наше время, потому что пока основная масса народа, сознание пока ещё не полностью раскрыто. Они должны видеть это, щупать и таким образом понимать, что для чего это всё делалось. Вот эта красота. А эту красоту надо делать всегда и вечно. Народные умельцы щедро делились мастерством с участниками встречи. Ремесленник Сергазы Сарсенбаев работает не только с серебром, но и кожу, продолжая дело своего дедушки. Я впервые участвую в подобном мероприятии. Мастерство ювелира я считаю данность свыше. Мне этот дар достался от деда. Хочется показать свои изделия детям, молодёжи и, конечно же, развивать свои умения дальше. Студенты продемонстрировали также дефиле, организованное сотрудниками музея. Серебряные украшения, изготовленные десятилетия назад, обрели новое звучание. Асиль Турара и Гульбекитхаза, Павел Соловьёв, Кокшиах-Парад. В городе Степногор состоялся республиканский турнир по боксу среди юниоров. Профспортивное мероприятие было посвящено памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Владимира Камашова. Проводимый четвёртый год подряд турнир в нынешнем году организован на международном уровне. В нём приняли участие 25 команд из городов нашей страны, а также Кыргызской республики и Российской Федерации. За победу в 14 весовых категориях соревновались более 200 юных боксёров. Участниками соревнований стали юноши 2004-2005 годов рождения. Молодые спортсмены продемонстрировали своё мастерство. В турнире приняли участие 28 боксёров из города Степногорск. В их активе 4 бронзовые, 1 серебряные и 3 золотые медали. По итогам соревнований лучшие молодые спортсмены были награждены специальными кубками и дипломами.